Доброе утро! Мы продолжаем наш эфир и сейчас у нас в гостях Наталья Дворининова, координатор этнокультурной работы Немецкого фонда гуманитарной помощи. Доброе утро, Наталья! Доброе утро! Доброе утро! Давайте начнем сначала. С чего начинается ваш день? Обычно? Обычно день? Ну, с раннего пробуждения, с планов на текущий день, да, меняются они или останутся запланированными ранее. А давайте детально. Вот вы проснулись, открыли глаза. Вот что сразу делаете первым делом? Признаться, конечно, мы все сейчас зависимы от социальных сетей, интернета и так далее, да. Автоматом рукающий смартфон. Автоматом, безусловно, вместе с будильником мы, да, смотрим, что же там новенькое, но я контролирую этот процесс, работаю над собой, так как рекомендую многим, да. И поэтому стараюсь уделить этому не более 50 минут с утра. То есть вы в постели 50 минут после того, как вы пробудились? 50, да, максимум. Я-то подумал, 50 минут. У каждого свое развлечение. Кто-то каждые 3 минуты переключает будильник, да, поэтому у каждого свой метод пробуждения. Да, да. Зато честно. Ну, Наталья, пожалуйста, расскажите нам, что такое этнокультура, да, прежде всего, давайте об этом поговорим. Ну, прежде всего, конечно, культура — это все, что создано человеком, абсолютно, и материальное, и духовное, да. Этнокультура — это все то, что создано конкретно определенным этносом. И материальное, и духовное. Это и какие-либо, да, там, архитектурные строения. В нашем случае немецкие дома в нашей стране — это некий бренд. Это, возможно, какие-то духовные памятники, да, литературы, искусство. И даже обычные народные традиции тоже являются частью этнокультуры. Кухня, соблюдение ритуалов, праздников, часть религии тоже являются, какие-либо религиозные направления, тоже являются частью этнокультуры. А ваша обязанность, ваша основная задача как координатора в этой сфере? Моя основная задача, прежде всего, это сохранение этнокультуры и передачи этнокультурного кода поволжских немцев, которые, как уже ваш недавний гость Валерий Сидорович Дилль рассказывал, о нашей организации, о поволжских немцах, которые переселились, да, собственно, изначально из Германии в Россию по приглашению Катерины Великой, а потом после известных обстоятельств были депортированы либо на территорию Казахстана или Кыргызстана, да. Собственно, вот сохранение этого этнокультурного кода я ставлю для себя первостепенной задачей. Почему? Потому что, когда какой-либо народ живет в этническом большинстве, в том или ином государстве, дети приобретают этот этнокультурный код естественным образом. Из своей семьи, из традиции, да, из, собственно, того, с чем они сталкиваются в простой, в обыденной жизни и на больших праздниках, как семейных, так и государственных. Когда какой-либо народ живет в этническом меньшинстве, этот этнокультурный код нужно прививать. Прививать детям. Поэтому нашим детям мы рассказываем не только в семьях, но и в нашей организации, что из себя представляет наша культура. Чем мы отличаемся? Ни в коем случае ничем мы лучше. Очень часто думают, что патриотизм это всегда как некая маргинальная составляющая, доминирование одной нации или одного этноса над другим. Нет, ни в коем случае. Я принципиально считаю, что когда человек узнает свою собственную культуру, ее многообразие, он начинает видеть это многообразие в других культурах, у других народов, наций и этносов. Ну, знаете, когда в прошлый раз ваш руководитель к нам приходил в гости, он говорил о том, что немцы, которые на данном этапе уже живут в Германии, которые когда-то уехали с нашей страны, и он говорил о том, что первое время, когда они туда переехали, они очень скучали по родине. Это было так трепетно, если честно слышать. И о том, что где-то за границей люди, которые принадлежат другой этнической культуре, но они очень любят нашу страну и очень скучают. Это на самом деле, мне кажется, еще больше сближает народы. Это больше об этом, а не говорить о том, что какая нация лучше. Безусловно, потому что мы в любом случае, проживая на любой территории, мы впитываем культуру, традиции, обычаи, мы впитываем тот же самый язык. Даже если мы не говорим, но определенная фонетика отражается и в нашем языке тоже. Культура, традиция кыргызского народа, она и отражается в культуре любого народа, проживающего в Кыргызстане. То есть, как я всегда говорю, я никогда не пойду с пустыми руками в дом даже к собственной сестре. И я считаю, что это заложено во мне не только от моих предков немцев, но прежде всего из кыргызской культуры. Я всегда принесу в дом хлеб, что-то мучное, как символ того, что я желаю неважно своему соседу, сестре, дальнему родственнику. Желаю прежде всего благополучия. А что представляет собой этнокультурные ценности в условиях сегодняшней действительности, глобализации? Конечно, процесс глобализации стирает что-то особенное в нас. Сейчас становится модным понимание человек мира. И если вы спросите молодое поколение, поколение школьников, студентов, они прежде всего стремятся к этому. Прежде всего стремятся к этому. Но на определенный момент времени психология и так заложена, что человек начинает искать в себе что-то особенное. Чем я отличаюсь? Откуда во мне именно это? Откуда во мне это? Вот, допустим, у меня знакомая всегда говорит, ну, у тебя рецепт выпечки спрашивать бесполезно. У тебя это твои гены. Не ты выпекаешь, это гены твоих бабушек. То есть, понимаете, и ты все равно задумываешься, почему все равно же люди никогда не будут идентичными. И они будут искать свою именно, ну, абсолютно одинаковыми не будут. Они будут искать идентичность свою собственную, особенную. И вот здесь, вот здесь вот этнокультурные корни, они дают, да, прежде всего свои плоды для познания самого себя. А вот мне интересно, в современном мире сейчас, скажем так, границы уже стираются между традициями, культурами и так далее, и так далее. То есть, как в такой обстановке выбирать, что из традиций, что из культуры оставлять, а что нет? И куда мы движемся? И насколько важно быть, скажем так, исключительным, избранным своей традицией? Нельзя ли собрать что-то общее, межнациональное? Безусловно, понимаете, в нашем многонациональном, допустим, на примере нашего многонационального Кыргызстана у нас есть общее. Общее — это те же самые общечеловеческие ценности. Заповеди. Да, ну, те же самые, все религии определены общими, допустим, заповедями. Есть что-то во всем общее, но и есть различное. Понимаете? То есть, общечеловеческие ценности никто не отменял, они присутствуют. Безусловно, то, о чем вы говорите, да, внешне стремятся к тому, чтобы стереть. Но все-таки мое базовое философское образование мне говорит о том, что не будет этого. Мы имеем историю, да, где не агрессивно, но тем не менее стирали. Стирали, мы знаем, в истории человечества, да, просто человек-американец, но стерли ли? Покажет время, сумели ли они создать вот вне национальности, вне культуры человека. Тоже покажет время. Мы же сейчас видим, что предыдущая эпоха все-таки нам оставила то, что в нас осталось. Понимаете? Собственное. Собственное. Я еще раз повторюсь, это не значит, что мы, прививая детям те же знания о праздниках традиционных, об обычаях, мы говорим о том, что они должны это соблюдать. Мы же не догматическая организация, не религиозная организация. Мы рассказываем, прививаем. И вы знаете, вот это понимание самоопределения ребенка, самоопределения национальной идентичности, да, ведь мы не секрет, что в Кыргызстане очень многие остались полукровками, да, и определить, кто в большей степени. Ты имеешь право быть и тем, и тем, но даже государство предлагает нам определиться, кто вы по национальности. И, а мы в нашей организации предлагаем изучить и то, и другое. И дети сами потом определяют. Прежде всего, через изучение языка, через изучение культуры, приобщение к культуре. Да, они узнают себя. Как говорится, наша сила в нашей разнообразности. И вопрос такой. Ну, раз вы координатор, вы должны быть в курсе насчет мероприятий, которые вы организовываете, проводите, нам интересно очень, что происходит в немецком доме. Немецкий дом именно создан для того, чтобы мы, это вот как маленький уголок, как я называю уголок немецкости, в большом нам дружном мире Кыргызстана, где каждый, который имеет немецкие корни, может приобщиться к культуре своих предков. К культуре предков. Поэтому у нас есть целый ряд календарных праздников. То есть сейчас идет череда подготовки к Рождеству. Рождество, безусловно, это религиозный праздник, но не все люди религиозны. Кыргызстан, собственно, светское государство, в котором прописано в Конституции о свободе совести. Человек имеет право проповедовать какую-либо из религий или не проповедовать вообще. Это его личное право. Поэтому мы же, не будучи религиозной организацией, рассказываем о традициях празднования этого праздника. Одного из самых... Если люди религиозные, они посещают религиозную организацию, но приходят к нам, посетив культурные мероприятия. Потом есть целый ряд необычных мероприятий, которые, допустим, языковые ассистенты из Германии уже порой говорят, что они даже этого не помнят, не знают. И в современной Германии их не отмечают, потому что это то, что сложилось, осталось именно в этносе поволжских немцев. В этнокультуре поволжских немцев. Это очень интересные мероприятия, допустим, у нас праздник трех королей. Это, собственно, потом у нас будет также, в русской версии, это Иван Купала, Юханис, так и так далее. То есть впереди, если говорить о будущем, о будущем у нас на следующий год, очень много интересных проектов и мероприятий. Связанных как с самоопределением, как я уже говорила, связанных как с восстановлением традиционных форм рукоделия, которые тоже являются частью этнокультуры. А можно ли посетить, посмотреть? Безусловно, у нас есть целый ряд открытых мероприятий, то есть для всех желающих. Мы объявляем на нашей инстаграм-странице, на сайте, да, объявляем. Но есть внутренние мероприятия, то есть для представителей нашей организации, для представителей нашей организации. То есть мероприятий мы проводим очень много. Безусловно, можно посещать, нужно посещать. На этих мероприятиях вы не просто узнаете, но вы можете непосредственно попробовать. Да, у нас целый ряд воркшопов, мастер-классов, как, еще раз говорю, по рукоделию, по кулинарии, по истории. Мы охватываем очень широкий спектр интересов, и каждый может найти свое. Для телезрителя, кому интересно, как узнать информацию, откуда, из какого источника? Ну, если вы активный пользователь, не только активный пользователь инстаграма, то это наша страница, vdkr.org. Одноименный у нас есть также ютуб-канал, сайт наш, вы можете писать нам. И также мы находимся по адресу Ахунбаева 140 в Бишкеке, это кыргызско-немецкий дом. Но также у нас есть ряд наших представительств, это у нас, собственно, 8 центров встреч, как я уже сказала, в Бишкеке. Но также у нас есть в городе Токмак, Кант, село Беловодское, город Карабалта, село Сукулук. В удаленные регионы, не менее ценные для нас, это центр встреч в городе Талас и в городе Ош. Ничего себе, отлично. Скажите, пожалуйста, вот в целом, если говорить про заинтересованность немецкой молодежи у нас в Кыргызстане, насколько они сейчас заинтересованы традициями? В прошлый раз нам говорили о том, что все равно количество уменьшается, к сожалению. Ну, к сожалению, к счастью, мы сказать не можем, потому что каждый человек выбирает в нашем открытом мире, выбирает свой собственный путь. Но, безусловно, из 100 тысяч мы говорим сейчас о 10 тысяч представителей немецкого этноса. Безусловно, дети, как активные пользователи интернета, точно так же получают информацию о том, что человек мира сейчас самое важное. Мы с этим согласны, но при этом вот это понимание того, что ты можешь изучить через... Кто-то, молодежь приходит к нам через изучение языка, немецкого языка, который тоже раскрывает границы, правильно? Предоставляет больше возможностей. Через изучение языка приобщаются к культуре. Кто-то приходит к нам через, допустим, какие-то активные тренинги. По ораторскому мастерству у нас проводятся тренинги, по менеджменту и так далее. То есть более прикладное знание тоже является инструментом приобщения к этнокультуре. Право. Вот мне интересно, вы столько всего рассказываете о культуре, о традициях в вашей семейной жизни. Вы семья ортодоксальных людей, скажем так, крепко придерживаетесь традиций. Расскажите, пожалуйста, о себе и как вообще вы пришли к этому. Да, давайте немного к вам вернемся. Ну, о себе, безусловно, конечно, если немного, то у меня немка, полностью немка бабушка, да, бабушка по маме. И, собственно, я так сложилась, что в большей степени воспитывалась бабушкой. Поэтому впитала в себя, и я искренне верила, что это не особенное что-то немецкое, а это то, что, собственно, было свойственно той эпохе. Что все девочки учились шить, вышивать, вязать, что вышивка именно такая, мне казалось, абсолютно у всех. Что этот медный тазик для варенья, да, он тоже был у всех, а не только у немцев. И, на самом деле, вот эту прививку я получила в семье, потому что в то время наша немецкая семья была большой. Как вы понимаете, о чем мы говорили, большинство из представителей моей семьи уехали в Германию, да, и сейчас у меня там, как я однажды насчитала, 35 родственников, да, собственно. Но, тем не менее, вот именно эту прививку я впитала, придерживалась. То есть моя мама окончила, да, 23-ю гуманитарную гимназию имени Гёте, я ее окончила, и моя дочь. Но в советское время, да, такого не было акцента на изучение языков. И я считаю, мое личное опущение, это то, что все-таки мне где-то, возможно, настойчивости, возможно, возможности, извините за тавтологию, не хватило, для хорошего знания родного языка. Но, в свою очередь, я вложила все свои усилия для того, чтобы моя дочь знала родной язык, язык предков. Чтобы в 40 не пришлось осознанно снова учить. А сейчас языком у вас нормально? Ну, я в процессе обучения, безусловно. Да, как обычно, родители всегда хотят дать детям то, что не получили сами, возможно, упустили сами. Больше, но нужно сказать, вы знаете, вот здесь, когда я пришла, моя семья с 96-го года в организации, в большей степени бабушка моя, как реабилитированная, как трудармейка, то есть это тема, когда вот справка о реабилитации, где написано, что она признана социально опасной, как лицо немецкой национальности. То есть я говорю, человек ничего не делает для того, чтобы родиться представителем какой-либо национальности. И поэтому я считаю, что гордиться тем, что ты не своими действиями, а тем, что ты просто принадлежишь к какому-то этносу или нести ответственность, простите. И, собственно, это уже другой вопрос. Поэтому, когда я увидела вакансию определенную в нашей организации, я решила, что многих людей я знаю, потому что долгое время, вот уже 19 лет я преподаю философию в Кыргызско-российском славянском университете. И тема эта мне близка, я из 19 лет уже 15-16 работаю с переводчиками, с лингвистами, да, собственно, с немецкого языка. И немецкий мир, он же такой маленький в нашей стране, да, и ты так или иначе встречаешь своих знакомых. И вот нужно сказать, что просто после пандемии я устала от компьютера диалога с ним и решила, что я могу параллельно освоить еще какую-то область. Я довольна своим решением. Поэтому вы всего 5 часов спите в день, да, значит? А если говорить о работе именно координатора, что именно вам нравится в этой работе? В этой работе мне, безусловно, нравится раскрывать новые формы традиционной культуры. Вот именно на 2024 год мы ставим перед собой ту основополагающую задачу. Я считаю, что в кыргызской культуре это уже получилось. Это получилось. Мне очень нравится, что традиционные формы культуры нашли новое прочтение, современное прочтение. И традиционный костюм, традиционные блюда, они стали, вошли в современность, как некий этнокультурный год. Вот я хотела бы, чтобы в нашем маленьком меньшинстве мы сумели тоже создать, пусть небольшие формы, современные формы традиционной культуры. Какие-то элементы, какие-то элементы, чтобы вошли в современную жизнь, чтобы они не были навязаны. А реально, как мы сейчас видим, да, как круто это делается, да, в культуре, в той же кыргызской культуре. Вот так же, чтобы наша молодежь сказала, круто, вот этот жилет поволжских немцев мне нравится, да, не потому, что меня заставляют бабушки или тети там на праздник, а я его реально надену. Мне очень это нравится. Те же самые блюда, допустим, выпечка традиционная, да, традиционная выпечка тоже, мы порой не задумываемся, она в нашей жизни, да, это не значит, что это будет обязанностью. Ну, почему нет? Понимать, что вот этот вот рецепт, он еще у твоей прапрабабушки. И как традиционный семейный рецепт. Расскажите о национальных блюдах, пожалуйста. Мне еще очень интересно стало. Я слышал то, что мясные изделия преобладают в немецкой культуре, нет? Готовили у нас в студии кухонь. И готовили кекс из апельсиновой цедры, который пах на весь канал у нас. Да, безусловно, конечно, если мы говорим о культуре какого-то народа, все зависит от того, где я проживал. То есть какие детерминанты влияли на развитие, да, допустим, в нашем случае кулинарии. Безусловно, конечно же, занимались, да, животноводством, чаще всего свиноводством, да. Если сейчас многие немцы тоже не употребляют свинину, но в традиционной, в традиционной кухне, безусловно, очень многое связано со свининой. Те же колбаски, те же, допустим, там блюда какие-то, да, они в основе все-таки либо курица, либо свинина. Очень много квашеной капусты, очень много картофеля. И, допустим, вот мое воспоминание детства, моя прабабушка, да, когда приезжала в гости, она говорила с акцентом очень большим, да, с акцентом немецким говорила. Она всегда привозила, когда ездила, она привозила домашнюю лапшу, да, домашнюю лапшу, которую делала сама, нудр-суп называется. То есть, куриная лапшичка, да, она привозила всем, вот в кулечки обязательно. Также, вот вы знаете, если говорить о кулинарии, также о выпечке, то здесь то, что вы говорите, кухон. Кухон буквально переводится пирог, но в традициях других народов, они же слышали, то есть, есть пирог с крошкой, ривель кухон, есть пирог с яблоком, апфель кухон, да. То есть, понимаете, оно, все слышали, да, мы же все дружно уже проживали и запомнили, что немецкий пирог кухон или кухи, даже так называли. Вот, и вот эти особенные, конечно, больше с тестом работали, больше. Почему? Потому что это сытнее. Сытнее вы понимаете, что народ жил бедно, да, можно даже проследить, проследить, что мучного. У многих народов очень много, потому что это сытная, сытная еда. Я немного пожалел, что задал этот вопрос, потому что с утра я не покушал, но в любом случае, вам большое спасибо. И я бы хотел, наверное, завершающий вопрос задать. Ваш посыл нашим телезрителям, которые смотрят вас и тем, кто заинтересовался вашей темой, и насчет мероприятий еще раз, может быть, озвучьте. Если у вас есть немецкие корни, да, бабушки, прабабушки, если бы вы хотели, дедушки, прадедушки, папа, мама, если бы вы хотели узнать, да, узнать о том, что у вас, да, осталось, не осталось, что хотелось бы вам приобрести, познать себя. Если вы хотите изучить язык своих предков, немецкий язык, к слову, у нас также в центре немецкого языка, изучение немецкого языка доступно для всех по доступной цене. Если вы хотите участвовать в наших проектах, совершенствуя себя, свои современные навыки, изучая традиции, приходите к нам, мы очень будем рады вам. Огромная благодарность вам от имени нашего канала, Наталья, еще раз доброе утро, мы вам желаем продуктивного продолжения дня. Ну а мы продолжаем наш эфир, и далее у нас зарядка вместе с Айсал Канамамбековой.